Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Жителю Рогачева, который избил 12-летнего мальчика на спортплощадке, вынесен приговор. Мужчине дали полтора года химии, то есть сидеть ему в исправительном учреждении открытого типа. Кроме того, хулигану придется выплатить матери пострадавшего 60 рублей в счет возмещения материального вреда и 4000 морального вреда. Согласно материалам дела, конфликт произошел в одном из дворов райцентра во время игры в футбол. Подросток промахнулся по мячу и ударил по ноге 7-летнего игрока. В ответ отец последнего избил обидчика. Отметим, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. В Мозре остановок стало на одну меньше. Причем сделано это было проезжающей мимо Ауди. Легковушка буквально снесла металлическую конструкцию. Как сообщили в ГАИ региона, по предварительной информации, всему виной неправильно выбранная скорость движения. И к тому же водитель не учел погодные условия. Отметим, что в ДТП никто из людей не пострадал. И в продолжении дорожной темы. На территории нашего региона только за сутки зарегистрировано 24 ДТП. По-прежнему актуальной остается проблема непропуска пешеходов. Одно из таких нарушений стало причиной очередного происшествия. Оно случилось на улице Полесской областного центра. Предположительно, виновник водитель Рено Сантера. Совершил наезд на 75-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулированному пешеходному переходу. В результате происшествия женщина получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в Гомельскую областную клиническую больницу. После оказания медицинской помощи женщина доставлена домой. Сотрудники ГАИ помогли в раскрытии преступления. Местом действия стал 49-й километр автодороги Р-38. Там была остановлена фура, в кузове которой перевозили стелята. Как отметили в УВД Гомельского облсполкома, подозрения у милиционеров вызвали документы на транспортировку. Их подлинность вызывает сомнения. Гражданин вместе с автомобилем были доставлены в Чичерский РУВД для дальнейшего разбирательства. Поголовье крупного рогатого скота передано на ответственное хранение. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok